Итак, только что в Ненинском округе закрылись все избирательные участки. Выборы в нашем регионе официально завершены. И сейчас мы имеем возможность представить вам первые данные по результатам голосования на избирательных участках. Сегодня работали эксидполы. Это опрос людей на выходе из избирательных участков. Как правило, они не сильно отличаются от официальных данных, но, повторюсь, они всего лишь предварительные. У нас есть данные по выборам в собрания депутатов по партийным спискам. Итак, Единая Россия по предварительным данным набирает 51,35%. Это результаты по состоянию на 17 часов. Напомню, они предварительные, полученные по данным опроса населения при выходе из избирательных участков. Если они совпадут с официальными, то, по всей видимости, в окружной парламент пройдут только три партии, занявшие лидирующие позиции. Это Единая Россия, КПРФ и ЛДПР. Хотя, естественно, все еще может измениться. Окончательные результаты мы узнаем только после полного подсчета голосов. Что касается выборов губернатора, то пока мы этими данными не располагаем. На Ринмаре в течение всего дня работают три информационных центра. Один из них располагается в культурно-деловом центре Арктика. И там весь день работает наш корреспондент Олег Итанзейский. Олег, добрый вечер. Ждем от тебя последние новости. Владимир, здравствуйте. Ну вот, время уже 20.00. Избирательные участки закрыты. И можно подводить уже первые предварительные итоги. Правда, еще не окончательные. Итак, в Нинецком округе на выборах губернатора проголосовало 37%. Это из 33 тысячи жителей региона. Примерно 12,5 тысяч. Вот, к примеру, сейчас посмотрим данные, которые приводит интернет-издание «Регион». Вот, к примеру, в Псковской области на выборах губернатора проголосовали 32%. В Липецкой области 40%. В Ставрополье явка составила 38%. То есть, по сути, наши данные выше средних, чем в стране. Вот теперь можно ознакомиться поближе с интерактивной доской. Итак, самые активные участники голосования живут в... Сейчас дождемся первых результатов. Вот в Вижесе самый активный участок. Там проголосовало 73% населения. На втором месте Волонга 71%. В Наринмаре самый активный участок – это участок номер 45. Там проголосовало 32% избирателей. В сумме всего проголосовало, точнее, начиная с 10 часов, каждый час. Явка превышала чуть более на 5%. И вот сейчас составляет 37,7%. Это, напомню, еще неокончательные результаты. Самая явка была высокая в муниципальном образовании. Колгуевский совет. Там проголосовало 69% избирателей. Затем Коткинский – там 59%. Юшарский, Омский и Карский – там по 49%. Наринмар находится на 13-м месте из 20. Самый, так сказать, неголосующий муниципальное образование – это поселок Искатель. Там проголосовало всего 30% избирателей из 100%. Но сейчас я имею возможность пообщаться с Александром Ильичом Лутовиновым. Александр Ильич, здравствуйте. Вот сегодня вы были на выборах, были на участках. Как, по вашему мнению, прошли выборы? Все ли было чисто, все ли было гладко и без происшествий? Я хочу сразу сказать о том, что выборы действительно у нас состоялись. И хочется поблагодарить всех жителей Невско-автономного округа, особенно тех, кто пришли на выборы, с тем, что выборы состоялись. Атмосфера была вполне деловая, рабочая. Как вы правильно отметили, жалоб и заявлений практически по уходу выборов практически не поступало. Поэтому я хочу поблагодарить всех организаторов в сегодняшних выборах с тем, что они хорошо поработали. И мы имеем соответствующие, как вы уже опять сказали, результаты, которые в среднем выше по стране. Это нас удовлетворяет. Сами голосовали сегодня? Ну, конечно. Взял жену, разумеется, под руку. И мы ходили на 50-й избирательный участок, где, конечно, отдали свои голоса в 11 часов дня. Спасибо вам большое. Я напомню, выборы уже состоялись, избирательные участки закрылись. Сейчас мы узнаем, были ли вообще подобные нарушения и тому подобное. Лариса Викторовна, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, выборы уже завершились. Скоро начнется подсчет голосов. Были ли нарушения, были ли какие-то непонятные ситуации, связанные с выбором сегодня? Сегодня на самом деле нарушений не было. Таких, которые бы заслуживали серьезного внимания. Да, действительно, задавались вопросы, где найти свой избирательный участок, где мне проголосовать, как мне дозвониться до участковой комиссии. Были несколько ситуаций с наблюдателями. И на участковых комиссиях были ситуации такие, которые требовали вмешательства избирательной комиссии. Но все это были незначительные ситуации, которые просто в режиме текущего времени спокойно решались с комиссиями. Вот сейчас избирательные участки уже закрыты. Когда начнется подсчет голосов? Фактически в 20.00, как я уже говорила, избирательные участки прекратили свою работу. Те избиратели, которые оказались на избирательном участке, они еще имели право проголосовать. А дальше комиссия приступает к подсчету избирательных бюллетеней. Первоначально у нас будут подсчитываться итоги по губернатору Ниньского автономного округа. Далее будут подсчитываться бюллетени по выборам в собрании депутатов Ниньского автономного округа 27-го созыва. И далее, после того, как у нас участковые комиссии доложат нам о результатах и отвезут итоговые протоколы в территориальной комиссии, они приступят к подсчету по муниципальным выборам. Итак, первые предварительные результаты когда уже появятся? Как я уже говорила, первые предварительные результаты мы сообщим с 11 часов до 12-15 сентября. Завтра что будет известно? А завтра уже как раз-таки первые? Как раз, да. Но вы понимаете о том, что избирательные комиссии будут бодрствовать полностью сутки полностью с 14 сентября по 15 сентября, поэтому первые результаты мы огласим утром. Все подсчитывается вручную? Безусловно, у нас в основном избирательные участки работают на ручном перечете, но три избирательных участка, находящиеся на территории муниципального образования поселок Искателей, работают и подсчет ведется на них при помощи КАИБов. То есть электронно? Электронно, да. То есть стоят специальные устройства, которые электронно подсчитывают и уже автоматически потом выдают протокол. Ну, на ваш взгляд, явка 37% это много, это мало? Я думаю, что у нас явка изменится, вырастет, и потом мы будем учитывать расклад по выборам губернатора, и по выборам депутатов они пойдут уже совершенно отдельно друг от друга, и я думаю, что там результаты будут, если не в разы отличаться, то, по крайней мере, действительно отличаться друг от друга. Так всегда, и это будет понятно. Лариса Викторовна, спасибо большое. Я напомню, мы сегодня были целый день на прямой связи в информационном центре. Сюда поступала сама свежая информация о выборах, о ходе голосования. Сейчас еще у нас есть один гость, можно, пожалуйста, представиться. Саблин Александр Иванович. Ну, вот, на ваш взгляд, сегодня были в избирательных участках? Ну, во-первых, хотел бы отметить, что я сам лично со своей группой активистов неоднократно выезжал по избирательным участкам города Наримара. Трижды лично ездил по этим участкам. Ну, хотел бы сказать, что серьезных замечаний не выявлено. Мы реагировали на некоторые тревожные звонки, которые поступали к нам в штаб. Ну, вмешивались в ситуацию, разбирались с ней. Я думаю, что то, что мы сделали, помогло более-менее чисто провести эти выборы. Но, с другой стороны, хотел бы отметить, что у нас пока нет полной информации по выборам на территории округа, в сельских населенных пунктах. Нас немножко тревожит ситуация с досрочным голосованием. Ну, посмотрим. Я думаю, что в этом вопросе достаточно для нас важным. Мы тоже разберемся. Ну, я думаю, что данные еще изменятся. Спасибо большое. Ну, мы продолжаем следить за информацией. Владимир, вам слово. Спасибо, Олег. Спасибо, что сегодня весь день работал в информационном центре. Мы тебя отпускаем домой. Это было на сегодня последнее включение с нашим корреспондентом Олегом Хатанзейским.